здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать вас на своем канале снимаю при искусственном освещении потому что ухожу на работу еще темно прихожу уже темно а так получилось что у меня после моего видео где я рассказываю о посылке пряжи из магазина мир вышивки несколько моих добрых зрителей не один а несколько обратились ко мне примерно с одинаковыми вопросами тире просьбами кто-то просил показать ниточку лады да все эти вопросы комментарии касались именно пряжи лада я не думал что она вызовет вот такой интерес в различных соц сетях по мне ко мне обратились просьбы показать поближе ниточку также попросили сказать свое мнение об этой пряжи то есть мы понимаем что это все индивидуально но могут вам верим скажите каково ваше впечатление об этой пряжи и все сводилось как бы если в двух словах к тому что на вид ниточка красавица а столько противоречивых комментариев о ней да кто хвалит кто ругает татьяна вот но хотелось бы чуть-чуть хоть пару слов побольше а уж когда я сказала что заказал упаковка этой пряжи в подарок своей подруге мариночка если ты смотришь огромный привет моя золотая то вообще мне как бы сказали я все понимаю добрых побуждений что подарок как бы не аховый да что мол не подарок а нечто иное хочу здесь сразу внести ясность как только магазин предложил мне сотрудничество я сразу обратилась к подруге к одной из подруг она вот только-только в 2018 году начала вязать пряжи у нее практически нет период какой-то такой сейчас но не очень солнечный я захотела просто и сделать приятными приходи будем выбирать пряжу мне хотелось выбрать одну какую-то пряжу одного такого сорта вида как это пряжа относится и по одинаковому количеству моточков как бы разделить между собой так на что она не задумываясь сказала татьяна закажи мне ладушку на джемпирог вот тогда я и услышал об этой пряжи впервые я никогда не работала с этой пряжи посмотрела что она вроде как бюджетника я еще сказал марин ты типа что подешевле хочешь заказать не вопрос давай все-таки вот ну подороже закажем повяжем и так далее к татьяна я обожаю эту пряжу закажи мне пожалуйста голубую ладу я давно мечтаю о джемпере из голубенькой лады я заказала цвета небо что сейчас это не помню и потом мне менеджер рассказал что извините такого цвета раскуплен и я кстати предложила тут сразу поменять эту ну не то что именно эту пряжу я ничего не не знала на другую цвету голубого на другой пряжу голубого цвета почему-то я предложила фиджи я слышал кстати очень хорошую отзыва фиджи а тоже с этой пряжи не работал такого шнурковые типа так она казалось бы не стал выбирать другую пряжу голубого цвета опять же вот лада ей была нужна и вот остановился на на светлом салате правда вот глядя на эту пряжу какой-то не совсем светлый такой довольно таки дрененький салат вот и я вот уже позже когда прочитал такие комментарии по поводу того что пряжу очень сыпется сильный очень колючий но подержав ее в руках ну хотя бы нету правда это все очень индивидуально но вот на мой взгляд на мой взгляд на взгляд человека который очень любит шерсть во всех ее проявлениях которого есть вещи зверблюжьей шерсти который спокойненько носит вещи за вещи шерсти и по такому покалыванию относится очень как бы с душой и зимой мне даже это приятненько это согревающие такие эффекта но тем не менее на взгляд человека спокойно принимающий покалывание эту пряжу и я бы не хотела она не просто покалывает она колет вот на мое субъективное мнение возможно это именно такой цвет я не отношусь таким вы знаете тонкокожим чувствительным нет ни в коем случае и даже при всем при этом пряжа на мой взгляд колючая достаточно приложить ее к шее чтобы сказать ой 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 я согласна с тем что пряжа это колючая вот на мой взгляд это ее неоспоримый минус хотя опять же в комментариях я не знаю вот на youtube или нет но я оставлю ссылку на ролик о покупке пряжи уже видимо в начале ролик оставила там кто-то писал что не такая уж она и колючая да не так страшно насыпется люди писали свое мнение о том что вязали вещи из этой пряжи и уже по несколько лет и что они просто в том же первозданном виде то есть это доказать что очень все индивидуально еще второй минус то что действительно сыпется я просила марину принести процесс она его уже начала и я вставлю фотографии вот в процессе ролика вот и я просто подержала посмотрела пока там искала место где сфотографировать и так далее у меня натина домашних вот таких пар . темно-синего цвета осталось не просто одна-две ворсинки осталось очень много этих ворсинок которые не заметить невозможно с нее действительно сыпется вот эти я не знаю запчасти и это пожалуй два минуса плюсов у нее тоже очень много это различная цветовая гамма но сейчас у многих пряжи производители стараются как на этом действительно она бывает однотонная она слегка меланжевая если посмотреть на нее сейчас конечно при таком освещении нет но я постаралась фотографировать при дневном освещении можно на фоне светлого такого светло-зеленой окраски увидеть какие-то другие прожилки другого зеленого цвета если моя фотография этого не передаст просто поверьте на слово дальше она мягкая на ощупь то что моточки приятные и это тоже факт пока не приложишь к шее и не почувствуешь колкости моточки очень и очень приятные если посмотреть на ниточку поближе то вы видите такой эффект как будто это распустили какое-то изделие но ниточка лежит не прямо прям такой какой-то гофрированный эффект такой виден с одной стороны вроде это хорошо ну будет чем объяснить пляшущие петельки такие не совсем прямые но с другой стороны кто любит ровно идеальное полотно наверное его не будет и из-за ворсинок потому что они цепляются за спицы безусловно и и из-за структуры самой пряжи я не знаю всех цветов так или не у всех я не знаю что касается показать ниточку поближе здесь четко видно переплетение составляя состав то не сказала 65 процентов мохер 25 процентов шерсть и 10 процентов акрил состав ну чудесный что говорить состав чудесный и если ниточку рассмотреть поближе то там видно составляющие как бы зеленого цвета две ниточки разных наверное то есть мохер шерсти насколько я понимаю и так хорошо просматривается белая нитка наверное это акрил тоже насколько я понимаю и такие какие-то мусорочки не мусорочки я сначала думал что колется это именно они но не факт даже на том отрезке ниточки где мусорочка этого нет все равно колкость присутствует но такие чужеродные элементы они попадаются в нитке это просто вот явно что касается того почему именно лада потому что стоило мне предложить приходить игры по сайту походим и выберем пряжу она год ладушку мне пожалуйста на джемпер она гордать ян я связал себе такую шапку она мне очень понравилась игорь старшая дочь ее взяла мне пришлось вязать еще одну шапку из этой же пряжи я буду носишь ее с подкладом нет я ношу ее просто так шапка с отворотом и мне горит настолько нравится я горд вижу джемпер связаны из этой пряжи сначала хотели английской резинкой я помогал и в росточке немножко и в подрезах а потом я даже не знаю чем это связано когда ну сколько сантиметров наверно 10 было связано английская резинка как-то такой плотно дырявый получается носить надо обязательно с каким-то топиком подруга захотела чуть поплотнее полотно и чтобы носить просто так я горит и герой для меня я не знаю здесь правда в индивидуальной чувствительности или в предпочтениях или то нравится джемпер сейчас вяжется я покажу его частично на мою просьбу показаться в этом джемпере согласие я от маришки не получила но человек смотрит ютубные ролики человек читает комментарии под многими-многими рукодельницами у многих рукодельниц и наверное боится потому что там среди ну океана нормальных добрых адекватных комментариев встречаются такие которые конечно мы то бывало и переживем да а вот человек который от youtube далеко он как-то этого боится петли кривые не идет фасон простейшие и так далее так далее давай расскажу что я вижу все возьму на себя наврать нехорошо в общем мы договорились на том что если все-таки джемпер будет довязан то я этот джемперок покажу в своем ролике это первый наш реглан сверху человек конечно волнуется боится но акцент мы сделаем на рукава кто со мной давно тот понимает уже и помнит как я классно рисую кто со мной недавно привыкайте реглан у нас будет это две линии лицевых прибавки регланы будут идти накидами и поэтому здесь будут дырочки это тоже как дополнительный так сказать акцент рукава будут пышными скорее всего на резинке чтобы но я не знаю можно и был как-то повыше сделать резиночку пониже и хотим здесь тоже сделать вниз у нас же все в голове вот и я своих всех учениц порчу как только могу у нас нет ни описания ничего идем так как шло так обрело единственное что возможно мы сделаем на рукавах какой-то акцент до из моего любимого узора помним это две вместе накиды вместе накид и можем эти дырочки сделать допустим на нижнюю часть рукава или полосочки из них как-то чередовать не знаю наша задача связать мы уже прям продвинулись мы продвинулись очень хорошо думаю пряжи хватит я не умею рассчитывать пряжи я люблю вязать когда за спиной есть куча пряжи и знаешь что точно хватит но свои вот эти 3 . который я себе оставила упаковка дала маришке себе 3 мотка я их пока не расходу когда я успокоюсь что мы все связали до конца закончили точку поставили а сейчас уже умом то понимаем что 10 мотков нам хватит пусть это пряжа она мне абсолютно так сказать не горит никуда есть что вязать даже есть туда связывать в этом году не то что вязать вот и я тоже когда успокоюсь вдруг не хватит как у чуть-чуть я я прям тут со своими тремя моточками пожалуйста поэтому что касается пряжи лада я очень рада что я с ней познакомилась узнала вот ее это колкости и сыпучести относится к одному цвету вряд ли потому что девочки многие писали об этом но сказать что прям вот я не найду что из нее связать я тоже так не скажу потому что мне кажется шикарные гальфоноса можно связать сколько различных творческих уловок да мы делаем из ниток те же помпоны тот же снуд который носятся на воротник например не на голое тело хотя там волей-неволей к щекам будет прикасаться нет специально я эту пряжу заказывать вряд ли буду скорее всего нет но если вдруг как-то что-то мы с ней где-то пересечемся я найду что из нее связать ну а узнав о том что джебе рочек она когда до вяжет для показать нам спокойненько предоставит я тут смеха он и договорился свои они брось как одного размерчик только рост у них разный кто общине вкусно такая механик моя коллегушка я оставлю инфобокс и два видеоролика где она примеряет изделие она с удовольствием наряжается в любые вязанки от снять с нее и это уже проблемоз и когда у нее глазки загорелись на без проблем танюх по мере а самый такой хитрый прищур типа фиг отдам назад и игры link уж больно он колючий не обольщаясь она горит ну и что ну и что главное что связано руками вот как видите вот ну разные мы разные поэтому если джемперочек будет довязан загадывать не будем но как минимум на вешалке его покажу вот и если он михауну более менее по размеру подойдет то михау нам продемонстрирует уж вот у кого нет проблем с этим я все жалею почему мы ни одного размера потому что я люблю снимать кого-то я сфотографируют меня когда снять эту же проблему мне все не так поставили мне не так сняли мин так и не то что это призу ли нет и такая скромная сегодня чем я фотографировать умею меня нет на том и порешим ну вот наверное так если в двух словах сказать мнение если эти моточки колючей барышней останутся у меня то я обязательно из них что-то свяжу и еще раз вернусь к этой теме если я их вдруг там какая-то задумка такая будет отдам то просто покажу готовый джемперок но вязать и даже если они у меня останутся из этой пряжи я буду еще не скоро у меня вот сейчас на очереди моя альпака перуана я купил корзиночку положила но еще не вынимал из упаковки иначе руки потянутся у меня много недовязов я и себе хочу тонкий джемперочек из этой пряжи и что-то мне захотелось вот несмотря на такой цвет да я не сторонница того что мужчинам надо вязать серым цветом темно-синим нет вот тем более таляшка уже был такой горчичный только чуть-чуть бы по привет соседям ремонт я чуть-чуть потемнее и я еще переговорю если только согласиться на джемпер может быть буду вязать ему если нет то себе я переживаю хватит мне упаковки у меня вот 10 штук как мне одна из моих добрых зрительниц сказала татьян вырез поглубже рукав покороче ли изделий покороче и вперед наверное так и сделаю рискну вот но если то ли согласится то наверное мужской джемпер может быть ма . 3 надо будет еще заказать меня спросили одна тоже зрительница я горь что-то не пойму заказывайте пряжу и рассказывайте о пряже магазин называете мир вышивки а ссылку даете на магазин мир крестиков я не знаю историю создания этого магазина и почему действительно называется мир крестик до сайт мир крестиков это все правильно магазин мир вышивки а заказать там можно не только все что связано с крестиком и с вышивкой там ну и мне кажется просто огромнейший ассортимент товаров для рукоделия здесь лучше самому зайти на сайт и посмотреть как там все здорово структурированные как много различных товаров представлено если вы вышиваете да сразу набор для вышивки пожалуйста там представлены разные производители есть есть любимчики сразу в любимчике если нет любимчиков просто побродить посмотреть и выбрать что-то если вы вяжете тогда пряжи пожалуйста занимается скрамбукингом тоже для вас там аксессуаров море удержаться очень-то сложно я говорю минут на десять хочу зайти пропадаю там часами кстати так все у нас 26 я сегодня кровь из носа завтра сегодня завтра смонтируем и нужно чтобы 27 видео вышло и чтобы вы успеть 28 декабря 28 я надеюсь что я 27 выпущу видео магазине стартует огромная новогодняя распродажа товары будут представлены со скидкой аж до 50 процентов не все товары какие-то без скидок останутся какие-то процентов 15 какие-то 20 какие-то 30 но можно будет найти товар аж до 50 процентов и еще не устаю повторять если вы будете сделать заказ в этом магазине в первый раз это будет ваш первый заказ то помимо всего прочего для моих зрителей и есть промокод кельмяшкина если вы этот промокод введете то будет еще дополнительная то есть суммарная скидка в 10 процентов если вдруг вы уже делали заказ этот заказ будет для вас не первым а вы все-таки нашли вот в этой до предновогодние распродажи рукодельные вкусняшки для себя по хорошим ценам все-таки до 50 процентов я думаю это очень хорошая экономия можно сделать заказ на супруга можно сделать заказ на взрослых детей то есть подумать на кого форме заказ чтобы он был первым заказом всегда можно всю информацию я оставлю под видео но вот таким оно было мое первое впечатление пряжи лады до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok